Всем привет! Сегодня мы поговорим на тему, стоит ли качать кенгуру до 200 уровня или же нет. Как я знаю, многие уже давно добили на нём 200 уровень, но стоит ли это ваших усилий и времени? Сегодня мы во всём этом разберёмся. Но перед началом этого видео я бы хотела вам порекомендовать Marketplace Playerock, на котором я смогла приобрести подписку Wild Club. Всё очень просто. Проходите по моей ссылке в описании или в закреплённом комментарии, регистрируйтесь через Google или ВК, оплачивайте любыми способами, которые показаны на скрине, и получайте товар. Если вы что-то там купите, то деньги останутся на сайте, а поступят они продавцу только после того, как вы подтвердите, что с товаром всё хорошо. Техподдержка работает 24 на 7. И если что-то случится, то не стесняйтесь и смело пишите туда. На этом сайте также можно стать продавцом, легко и просто. Там сейчас осенние скидки на любой товар. Поспеши. Акция ограничена. Всем приятного просмотра. Кенгуру на данный момент является очень сильным животным. По здоровью он схож с крокодилом. По скорости немного медленнее гепарда, а по силе почти как тигр. На энергию особо никто не смотрит, но она у него нормальная. С точки зрения статистики, животное одно из самых лучших. Теперь перейдём к геймплею и битве. К сожалению, в битве не всё так сладко, как может показаться после того, как посмотришь на статистику. Скорость атаки у него медленная. Враги успевают наносить удары до того, как кенгуру ударит. Ну конечно, с новым приятелем-светляком, который исцеляет даже во время боя. Эти проблемы покажутся фигнёй. Криты он выдаёт частенько, и урон на них повышается в два раза. В то время как у гепарда, у которого самая высокая скорость атаки в игре, криты точно такие же. Прямо всё то же самое, даже уклонение такое же. Вот можете сравнить внизу эту статистику. То есть выходит, что с точки зрения удобности гепард лучше. У него выше скорость бега и скорость атаки. Если сравнивать кенгуру с крокодилом и тигром, то выйдет что-то среднее. По здоровью кенгуру слабее крокодила. И по силе кенгуру выходит слабее тигра. Выходит, что это животное одно из самых сильных и быстрых. Но в то же время на нём тяжеловато играть, из-за скорости атаки. Ведь там даже от ударов врага не отбежишь нормально. Особенно если у тебя нет 170-200 уровня, примерно. И хороших навыков боя в этой игре. Но всему можно научиться, и кенгуру спустя пару часов игры на нём. Можно приловчиться так, что всё будет как по маслу. Теперь я отвечу вам на самый главный вопрос всего этого видео. А стоит ли его качать? И ответ – да. Кенгуру почти как тигр, крокодил и гепард. Возможно даже где-то он схож с гориллой по статистике. Который тоже довольно-таки сильный персонаж. У меня кенгуру уже вот такого уровня, и я планирую его прокачать до 200 уровня, из-за всего вышеперечисленного. А не из-за того, что это тупо новое и популярное животное. Я смотрю не на внешний вид и популярность, а на статистику и пользу. Надеюсь, это видео было вам полезно. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем удачи и пока!